всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра путин выразил эрдогану серьезную обеспокоенность боевики в карабахе владимир путин провел сегодня 14 октября телефонный разговор с президентом турции реджепом таипом эрдоганом беседа лидеров двух стран состоялась по инициативе турецкой стороны сообщили в пресс-службе кремля подробно обсуждена ситуация в зоне карабахского конфликта с обеих сторон подтверждена важность соблюдения гуманитарного перемирия договоренность о котором была достигнута 10 октября в москве глава российского государства выразил турецкому президенту серьезную обеспокоенность в связи с участием военных действиях в нагорном карабахе боевиков из ближневосточного региона подчеркнуто настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию карабахской проблемы путин также выразил надежду что турция как член минской группы обсе не путать с сопредседателями этой группы которыми являются россия сша и франция внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в нагорном карабахе стороны выступили за активизацию процесса политического урегулирования карабахского конфликта на основе наработок минской группы обсе при обмене мнениями по сирийской и ливийской проблематике отмечен эффективный характер координации россии и турции на этих направлениях которая способствует стабилизации обстановки и продвижению на политико-дипломатическом треке как сообщала и столкновение на линии соприкосновения в нагорном карабахе происходили и раньше однако нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом но и принципиально новым воздействием внешних факторов об этом говорилось в заявлении директора службы внешней разведки россии сергея нарышкина распространенным 6 октября пресс-бюро службы на стороне азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила турция кроме того разгорающиеся вооруженное противостояние в карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур обратил внимание глава российской внешней разведки напомним владимир путин 8 октября обратился с призывом прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям до этого президент россии провел серию телефонных разговоров с главами армении и азербайджана также в москву были приглашены главы мид 2 закавказских республик для проведения консультации 9 октября по вопросам урегулирования в нагорном карабахе в ходе состоявшихся прошлую пятницу в москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав мид рф армении и азербайджана достигнуты договоренности о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования прошедшие дни показали что режим перемирия не соблюдается стороны обвиняют друг друга в его срыве помпеи мы видим что турция помогает азербайджану в нагорном карабахе в сша видят что турция помогает азербайджану в ходе его конфликта с арменией вокруг нагорного карабаха любое вмешательство извне нужно прекратить об этом сегодня 14 октября заявил госсекретарь сша майк помпея на телефонном брифинге для журналистов мы видели что турция начала обеспечивать подкрепление азербайджану мы обратились ко всем международным игрокам с тем чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе сказал он как сообщала и на фоне непрекращающихся ударов стороны конфликта продолжают обмениваться жесткими заявлениями сегодня президент азербайджана эльхам алиев похвастался военными успехами и в ультимативной форме потребовал эвакуировать армянское население из семи районов нагорно карабахской республики он подчеркнул что ни один гражданин турции не участвует в боевых действиях в зоне карабахского конфликта президент инкаре арай карутюнян призвал вернуть потерянные позиции а премьер-министр армении никол пашинян заявил что ереван никогда не пойдет на мирные переговоры если звучат угрозы сегодня по инициативе баку состоялся телефонный разговор глав мид россии и азербайджана сергея лаврова с джейхуном байрамовым в ходе которого обсуждалась сложная ситуация складывающаяся в зоне карабахского конфликта лавров указал на безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию матвиенко все знают военного решения у конфликта в нагорном карабахе нет и в баку и в ереване понимают что военного решения конфликта в нагорном карабахе нет об этом сегодня 14 октября заявила председатель совета федерации валентина матвиенко по итогам телефонных переговоров с главами мили меджлиса парламента азербайджана сахибой гафаровой и национального собрания парламента армении араратом мерзаяном любое общение любые контакты любой диалог любые телефонные переговоры конечно лучше выстрелов и у нас очень хорошие состоялись беседы с председателями парламентов и армении и азербайджана и конечно они тоже очень встревожены всем тем что происходит каждый пытается изложить свою правду отметила она наша позиция неизменная настойчивая мы ее будем проводить и президент нашей страны многое делает для того чтобы добиться результата немедленно прекратить боевые действия немедленно прекратить огонь как бы кто и чего не утверждал мне кажется из обеих сторон уже приходит понимание что нет военного решения и мы неоднократно об этом говорили военного решения этого конфликта нет только переговоры только взаимные компромиссы с двух сторон только поиск взаимоприемлемого решения диктатом ни одна ни другая сторона ничего не добьется в этой связи матвиенко призвала прекратить все провокационные заявления которые подливают масло в огонь конфликта в карабахе как сообщалось на фоне непрекращающихся ударов стороны конфликта продолжают обмениваться жесткими заявлениями сегодня президент азербайджана эльхам алиев похвастался военными успехами и в ультимативной форме потребовал эвакировать армянское население из семи районов нагорно-карабахской республики президент энкаре арай карутюнян призвал вернуть потерянные позиции а премьер-министр армении никол пашинян заявил что и реван никогда не пойдет на мирные переговоры если звучат угрозы лавров нужно срочно согласовать механизм контроля за перемирием в карабахе по инициативе азербайджанской стороны сегодня 14 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел сергея лаврова с главой медзакавказской республики джейху нам байрамовым в ходе которого обсуждалась сложная ситуация складывающаяся в зоне карабахского конфликта об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства подтверждена необходимость неукоснительного выполнения положений московского заявления министров иностранных дел российской федерации азербайджанской республики и республики армения от 10 октября сга российской стороной была акцентирована безальтернативность незамедлительного согласования механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня что создаст основу для дальнейших шагов по политико-дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта говорится в сообщении напомним в ходе состоявшихся 9 октября в москве по инициативе российской стороны переговоров с участием глав мид рф армении и азербайджана достигнуты договоренности о прекращении огня с полудня 10 октября и начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования прошедшие дни показали что режим перемирия не соблюдается стороны обвиняют друг друга в его срыве спасибо за просмотр жду ваших комментарий ставим лайк и подписываемся на канал